В Центральном парке слышен детский смех и звучит новогодняя музыка. Для ребят и их родителей организована игровая программа. Встретила гостей Снегурочка, а долгожданного героя праздника Деда Мороза дети с трепетом звали сами. Я помогаю Деду Морозу, приношу ему письма, которые писали детки весь год, разбираю почту, собираю подарки и привожу его к нам на праздник, чтобы детишки его увидели. Хотим увидеть Дедушку Мороза. Первый раз осознанно вышли. В прошлом году еще не понимали, а в этом году уже знают, кто такой Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз и Снегурочка загадывали детям загадки, играли в игры, а также устроили настоящее соревнование с участием двух команд. Но победила, конечно же, дружба. Самый любимый, как мне кажется, праздник – это Новый год, где все получают подарки, время волшебства, избывание всех мечт. Праздничные мероприятия, посвященные Новому году, позволяют окунуться в волшебную сказку не только ребятам, но и их родителям. А взрослые иногда нуждаются в ней даже больше, чем дети. Я решила сходить сюда, поднять себе настроение, посмотреть, что-то тут веселое, интересное. Праздничная атмосфера зарядила жителей города. Они уже находятся в предвкушении новогодней суеты и в ожидании исполнения заветных желаний. Жду очень Новый год. Я его очень люблю. Начало Нового года, новых надежд, новых исполнений, ну и всего, что я хочу для себя. Новый год – это ожидание чего-то нового, лучшего, исполнения желаний. В рамках проекта «Зима в Подмосковье» запланировано более 600 развлекательных мероприятий, новогодние представления, игровые программы для детей и соревнования по зимним видам спорта. Чудеса только начинаются. Инга Янчук, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.